Всем привет, друзья! Вы на канале Шетвель Игровые Миры. Меня зовут Дмитрий. Мы продолжаем с вами Козью Гроу. 17-й день нас на календаре. Идёт дождь. И вот он, внезапный торговец Пандом. Сегодня у нас появляется. Давайте сразу к нему и подбежим. Скопилка оверху. Здравствуйте! С возвращением, сегодня яичный день. В магазине у Пандома каждый день яичный. Ну, то же самое, что мы с вами видели. Думаю, есть смысл купить вот это за 540, потому что больше мы их пока что купить нигде не можем. Стол для сбора средств. Предмет необходимый в любом лагере. Редкие украшения, забавный декор. Ну, в принципе, да, но в принципе, нет. Драгоценные камни, парадные ворота, коттеджный декор, уютный, сверхредкий коттедж парадный. Четыре драгоценных камня, это неподъемные цифры. Накрытый стол, два драгоценных камня. Да смысл-то? У него всё крутое, конечно. Смотрите, печь. Я бы купил, конечно, драгоценные камни, это 20 полудрагоценных, а у него всего 70, а по квестам, бывает, требует и по 20, и по 30, поэтому лучше не рисковать. Ну что, можем ещё раз купить фаршированное яйцо. За старая монета, но у меня 12 тысяч не хватает. Не хватать мне 12 тысяч. Ну, пусть походит, в принципе. Вот это я сразу куплю, давай, за 540. Лук, не знаю, лук же не нужен. Давайте купим, потому что у нас рецепты в прошлой серии появились, только я не знаю, за сколько мы его купим, 6 штук. Блин, что не пишется? 12 есть, будет 18. 3 тысячи где-то обошлось, но яйца пока пусть лежат. Всё, фаршированное, не знаю. Если я сейчас заработаю кучу денег в нашей игре, то, возможно, я, да. Возможно, я и куплю второе фаршированное яйцо, чтобы было. Изготовить его, как я говорю, нереально. Если у тебя, конечно, 20 тис будет, и будет давать по 5 из каждой, тогда реально. Пока что вот так вот работаем. Ладно, давайте узнаем, что хотят, чего хотят наши призраки в данный момент. Мелкая железная руда. Сейчас мы это всё расплавим, переделаем. Так, я хочу кое-что сжечь. Да, вот это смело можно сжигать. Серебряный слиток и железный слиток. Звучит отлично. Процесс пошёл. Так, раз и два. Теперь забрасываем всё лишнее сюда. Серебро к серебру, железо к железу, лук к луку. Бобык-бак-бам, кстати. У неё у нас теперь тоже есть. Они тут были, конечно. Где у нас были? У нас был же один... А, я его потратил на готовку в прошлой серии. Как раз вовремя пандам приехал. Шесть бобов как раз, очень здорово. Так, два яйца. Это ещё с прошлой серии. Ну всё, готов. Пошли узнавать, что нужно. У нас, кстати, олень первый раз поесть хочет. А, ещё один урожай. О, опять он с конфетой. Слушайте, они мне достали, эти бесы. Они наглеют и наглеют, мелкая железная рода. Так, тридцать. Сжечь. Сжечь. Звучит отлично. Я думаю, надо покормить птиц, потому что в прошлой серии у нас некоторые перехотели к концу нашей записи. И мне пришлось еду прятать обратно. Они ещё и передумывают. Поэтому надо, наверное, сейчас быстро сделать то, что они хотят. Ну, то, что я смогу осуществить. Вот здесь просто хочет зелень. Вот здесь хочет жареный орех. Жареный орех я ему могу сейчас выдать. Я его пойду куплю лучше. Так, зелень у меня есть. Держи. А, ну да, это не олень. Давайте я погладю хотя бы. Что-то какая-то скромная. Орехи сегодня подоспели. Давай, держи, собрать урожай. Три ореха. Светильник обычный. Олень зрелый. Подождите, а кто здесь хочет есть-то? А, у меня нет такой еды, да? Я её выложил? Возможно. Так, это фрукты. Это печёные фрукты. Сейчас мы это тоже сделаем. Печёные, печёные, печёные фрукты. Там кто-то хочет коренья. Это здорово. Потому что я их нажарил вчера. А никто не ест. Так, а печёные фрукты я, по-моему, по одному делаю. Да? У меня в тарелке нет отдельно стоящих. Давайте так сделаем. Так, готово. Могу кормить. Иди ко мне, птичка. Кормим. Кормюшка пошла в сердце. Нет, не собрать урожай. Мне нужна птица. А теперь собрать урожай. Давай. Ну, тут всё тоже. Радость растёт. Всё растёт. Яйца у нас. Мне бы её погладить бы. Вот просто немножко расстроена. Потому что тут народу полно. Грустная тут и наша. Всё, три сердца, я думаю, сейчас будет, да? Нет? Ой, ладно. Так, что у нас здесь? Дайте мне сюда попасть. Первых яйцо. Десятое. Ещё два можно будет идти заказывать варёное. Но, может, я его куплю. Я не знаю. Сейчас подумаем. Посмотрим, что по деньгам. Подожди. Вот у меня есть такая трава. Это какая трава? Это свежая зелень. Мне нужна отборная зелень. Правильно? Одна штука. Да, вот она. Всё, готово. Олень, ну давай. Чё-то стесняешься-то? Подожди. Кто хочет есть? Не могу понять. Ты или птица? А, может, это какая-то трава. Не могу понять вообще. Это не та трава. Это им обычная нужна трава. А это у меня какая-то свежая зелень? Отборная зелень. Нет, это не та, не та трава. Она на вид разная. А какая ещё бывает? Чё, не пойму. Это свежая зелень? Это отборная зелень. Чё надо? Подожди. Может, это птица хочет? Они просто слились вместе. Тюльпан в горшке, это явно не он. О, это птица хочет, а не олень. А я оленью чуть травы не засунул. А я думаю, что он рот не открывает? Бывает. А что? Олень тоже ест траву. Странно, что не хочет. Ну тогда вообще ничего не получишь. У нас такие тут законы, правила. Хотя радуется за них ведь. Всем сердцу. Так, пошли купим у продавца. Так, не обращай внимания на призраков. Вот, вот это точно покормить. Сейчас сделаем. Здрасте. Мне нужно, во-первых, бревно. Нет, давай лучше сначала... А, ты сегодня орех продаёшь. Вот же ж. Вот же ж за 300. Но орех я не буду покупать. Я думал, сэкономит тот. Да ладно, давай бревно. Олег я и так найду. Вот деньги, спасибо. Покупка состоялась. Слушайте, а сколько бревен-то не было? Это, видать, подправили что-то. Сколько прошло, когда я улучшил палатку, и ничего не продавали в этой палатке. А тут вдруг начали продавать. Внезапно. Держи бревно. Он глотает. Ещё и 7, и не брёнышком больше. Или меньше. Где-то здесь есть бревна, не меньше трёх. Может, рядом, может, и нет. Спасибо за подсказку. Очень вдохновляет. Так, 3 сюда. Яйцо добавляем. 11. Что внизу хотят отобедать сегодня? Они ничего не хотят отобедать. Они даже не признаются, что они голодны. Давайте пойдём накормим последнего, кого можно накормить. Ну, а дальше будет зависеть всё от того, что придёт почтовый ящик нам, и, может быть, бесов соединились недалеко. Было бы здорово. Ну, посмотрим. Неужели я стол выбираю? Нажатие мышки. Вот скажите. Наконец-то. Кто-то покормил. Ой, просто прелесть. Ещё и так много. Так, кусты. Сегодня тоже улов. Если, конечно, не отберут. Что вполне возможно. Ну, тут кустам хорошо. Судя по тому, что по 3 штуки сразу даются. Кустам сегодня хорошо. Так, сдаю физалисы. Тут нет кнопки автоматически добавить. Было бы круто. Такую кнопку обзавестись. Ну, давай орехи ещё жарим. И, по-моему, мы накормили всех, кого только можно накормить. Ну, кого доступно. Этих мы никак не накормим. Они не даются. Ну, давайте первого оленя покормим в истории. До этого они у меня есть ещё не просили. Призрачный юный. Ха, милота-то какая. Ох ты, с оленем падать не яйцо, а лук. Который я только что купил. Лук можно не покупать. Лук будет падать с оленей, оказывается. Ясно. Так, положить в хранилище. Ну, давай. Интересно, откуда в олене лук? Кстати, эссенция пошла, между прочим. Эссенция попёрла. Хорошо. У нас уже четыре. Ну что, пошли квесты вверху сначала. Спросим, что нужно. Не поможешь мне? В этом справочнике полно интересных идей для туриста. Предлагаю кое-что попробовать. Раздобытешь материалы? Материалы раздобыл. Железный слиток и мягкая древесина. Ну, это не проблема. Добирайте. Это должно хватить. Приступим. О боже, так не годится. Я что-то пропустила. Вот стыдоба. Забудем об этом. Договорились? Да я никому не скажу. Ой, только не птицу. Она мне птицу подарила. Юный, лунный. Я уже зарекался в прошлой серии не покупать больше живности. Я не успеваю их кормить. Так они теперь будут сами их дарить мне, да? Необычный не любит. Деревенский лампа. Деревенский. Ну, вот вам в компанию. Пожалуйста. Могу даже сюда. Эксперт же класс животных. Забота о животных. Уже эксперт стал. Ё-моё, сколько тут птиц. Они меня не съедят в один из дней? Надеюсь, что нет. Ну, привет, новичок. Ха, прикольно. Так, ладно. Что за подарочек? Нет, мне нужен подарочек. Значок-то получил. Тысячу монет. За эксперт. Класс первый. Старый монет. Ну, окей. Так, давайте мне вот эту штуку. Нам надо же сегодня найти, если получится, этот. Как его там. Пепел. Древний. Поэтому я иду к почтальону сначала. Потом ко всем остальным. Привет, почтальон. Ты тут вечно демонов куча. Ты в курсе? Хочу проверить. Ну, ладно. Знаю, что ты хочешь. Каждый день одно и то же. Письма и посылки по всему острые. Так больше не могу, малыш. Вот что я скажу. Пускай эти письма сами себя собирают. Ну, или я их буду собирать, да? Ну, ладно. Что у нас по почте там-то она приходила? За завтраком Кэтрин, это моя жёнушка, а для тебя миссис Блейк, спрашивала тебе, хорошо ли ты ешь, не мёрзнешь ли? Это был отличный повод рассказать о превосходном качестве скаутской формы. Наши шерстяные шапки защищают от холода. Вязка такая толстая, ходит на улице ночью и уши не отморозишь. Она улыбнулась и сказала, вот за это я тебя люблю. Ты никогда не теряешь оптимизма. Видишь, не зря я тебе говорил об упорстве, верив лучшее. Скаутмастер Блейк. Клумба. Опять деревенская. Так, и тут письмо, это то, что два жакколадных тарт. Давай получить. Сейчас мы кое-кого покоруем. А потом уже исходя из этого посмотрим, сколько надо еды заказать на сегодня. Это крайние все там у нас которые, да? Ну да. Тут никто не хочет, тут такие серьёзные заказы. Вот два как раз. Давай. Что, ну у нас плохо с ним, ну кормить-то надо, конечно. Отношения плохие, потому что у нас специфический. Он даст нам только одну эссенцию. Больше ничего. Сердце растёт, но потом снова падает. А вот этот отблагодарит, да. Держи. Для вас принёс. Хотя надо было в музей, конечно, сдать. Может, какой-то рецепт дали. Новый уровень, между прочим. Ура. Всё это забираем-собираем. Так, дайте мне вот это посмотреть. Бревно и что-то ещё. И яблоки golden delicious. И ещё яблоки golden delicious. Да? Ну да. Так, сливы. Нет, это не яблоки, сливы. Четыре тут. Яйцо здесь. Есть яблоки сюда. Это сюда. Вот это надо сейчас поставить ещё. Необходимо вещь для тех, кто любит работать в саду. Украшения, деревенский декор, обычный беременческий домик. У меня этих украшений уже. У меня этих украшений уже. Просто зашибись. Клумбу разбил. Вторая, между прочим, рядом стоит. Ну так что же мы с вами. Нам надо покормить двоих. Это требует двух эссенций. И, по-моему, пять пошли с поваром переговорим. Надо сейчас заказать два блюда, может быть, сразу. Бобы что появились. Хотя бобы, по-моему, туда не нужны. А, ну, расскажи мне сначала про это. Смотрите, какие тортики здесь. Это десертный салат. Нифига себе. Так, а ну покажите мне вот это вот. Где этот мой с дыркой? Вот он. Мне не хватает печёных фруктов из шесть. Ну, два мне надо, чтобы расплавить их. И вот этот я бы ещё заказал в музей, чтобы его добавить. А то его сжирают, конечно, я не успеваю. И один какао-боб всего лишь. Так, два печёных фрукта. И на это мне надо сколько ещё? Четыре печёных фрукта. И десять орехов расплавить. Да, подожди, я сейчас узнаю, что он от меня хочет. Я попробую новый интересный рецепт с костным мозгом. Ой, только не делай такое лицо. Поверь, во Франции это деликатес. Мне просто нужна хорошая сочная кость. Ага, хорошо. Сейчас, подожди, я всё пережарю. Закажем, чтобы уже шла наша посылка. Так, мне нужно шесть, да? Я и решил шесть. Ну, давайте шесть. Шесть так шесть. Давайте из-за лица. Фрукт, фрукт. Считается. Давайте сожжём его в шесть штук. Получим двенадцать фруктов. У нас за две? Ладно. Разделим на три тогда. Нам шесть хватит. Неплохо. Один за два идёт. Так, готово. Тогда этот мы сейчас возвращаем обратно. Орехи. Орехи, орехи, орехи. У меня четырнадцать штук. Как раз десять будет. Ну, орехи можно у себя держать. Хотя, ладно, места мало. А десять орехов сейчас мы расплавим. Получим кучу еды. Сжигаем десять. Получаем десять. Надеюсь, никто сегодня это не потребует. Я просто это заказываю сразу сейчас же, чтобы потом не ждать. Может, к концу серии оно и успеет приехать. Ну, может быть и нет. Смотрите, какие задания дальше будут нам даваться. Так, я хочу кое-что испечь. Во-первых, мне нужно два вот такого. Раз уже олень у нас есть, звучит отлично. Вот материалы, держи. Заявка получена. Почтальон будет через час. И хочу вот это испечь для музея. Угу. С помощью бобов. Пошло. Призы давайте. Я тут столько же потратил на это все. Заявка получена. Готово. Все, хорошо. Так, понеслось. Давайте дальше обходить тех, кто нуждается. Искать ящики. Ну, как обычно, собственно. Собственно, наш обычный скаутский день. Ого, кусочек выпал. Крупная серебряная руда. Это во мне? Не, это. Привет, медведь-баран. Привет, призначный скаут. Не попадались ли тебе еще фото? Может валяться в дом какого-то. Да попадались. Сейчас принесу. Я знаю, где это искать. Где-то дом. Короче. Просто куча грибов. Так, дом здесь, да? А тебя, Антон, ты ждешь выполнения квеста. Вот здесь, да? Наверное, здесь где-то. Орех. Еще какой-то подозрительный куст. Мы нашли фото. Оно было закопано. Так, окей. Чем я могу вам помочь? Привет, новый помощник. Нам надо обсудить твою одежду. Она прекрасно подходила твоему старому статусу. Ничем не примечательного гражданина. Но сейчас, ты мой представитель, тебе надо одеваться стильно. Вот тебе список покупок и моя кредитка. О, я забыл, а на ней кончились деньги. Иди купи одежду за свои. Я тебя потом верну когда-нибудь. Добро пожаловать в команду Валентины. Да, мэр у нас, конечно, настоящий мэр, я вам скажу. Настоящий мэр, ничего не скажешь. Мэр на своем месте. Так, ладно. Подождите, я еще тут узнаю, что этот тип хочет. Не поможешь мне? Мы тут перекрушили кучу скворечников, а я все такой же призрак, какими был. Нужно попробовать что-то новенькое, чтобы мне еще сломать. Посмотрим. После скворечников я перешел к более сложным проектам. Стал чинить часы. И вот теперь пришло их время. Ясно, да? Время часы. Прости. Это рядом с тремя черепьями. Ох, все хотят чего-то сегодня новенького. Ну, все хотят, и мы им это дадим. Я нашел кости, я же говорил. Так, 23, ну пошли сдадим то, что можно сдать. Потом купим то, что можно купить. Олени такие яркие у нас, или это благодаря лампе? Она благодаря лампе. Забирай свою кость. О, именно то, что я искал. Только эта кость, похоже, долго лежала на солнце. Что ж, если она не подойдет для этого рецепта, можно будет размолоть еще и посыпать капкейки. Только это есть не буду, хорошо? Тысячу, наверное, дали там. Тысячу пятьсот. И так еще по мелочи надавали. Ладно. Старая монета. Пошли сдадим фото. Так, подождите. Здесь есть сокровище. И где-то оно здесь. Стоп. Ладно, на свое фото. А, подарок к палатке. Давай. В чем-то делаем. Эй, это что, фотография? Чудесно. Посмотрим, что тут у нас. О, корабль. Какой красавец. Наверное, я когда-то борозил на нем моря. Точно, я был капитаном корабля, покорителем семи морей. Это точно были вы? Да, я припоминаю. Должно быть, это лилий заставило меня сойти на берег. Обычная женщина не под силу разрушить капитана со своим кораблем. Эх, что за медведица она была. Скаут, можешь оставить эту фотографию у себя? Не хочу снова ее потерять. Ну, хорошо, конечно. У меня две уже фотографии, да, по-моему? А, нет, я же квест выполнил. Кто-то же фото у меня уже требовал сегодня, на данный момент. Помните? Мы сейчас с вами грохнем еще один квест. Точно, точно, точно. Опять же, монетка, монетка запала. Вот, мы выполнили еще одно задание. Теперь фото, наконец-то, нам выдали. Так, пошли. У нас переполнение всем на свете. Так, забирай бревно. Еще шесть. Кое-кто готов дать тебе бревно в обменную помощь. Да, я знаю. Орех. Гриб. Это фото мы сдадим. Это я собираю. Так, это переплавить. Четыре серебряных слитка. Нормально. Учитывая, что их можно в золотые переделать, то лучше, конечно, собирать серебро. Двадцать три. Так, кому фото? Что еще надо? Что? Зачем? Куда? Где? Часы рядом с тремя... Подождите, пошли найдем... Ладно, пошли посмотрим квесты. Ну, вот тут что-то лежит. Это... Это посылка? Я думал, три черепа. Думал, что вот оно. Счастье-то. Ладно, тут ничего. Что мне еще тут надо? Еще посылку одной из двух. Ого, писем больше и больше. Скоро по двадцать штук будут давать. Почтаю, она вообще не работает. Один скаут только носится. Налево-направо. Я только одежонку подобрал в прошлой серии. Сейчас переодеваться придется, но это не проблема. А, ты же не сдаешь мне квестов. Я понял. Или даешь? Подождите-ка. А, что-то тут? А, это я, кряк. А, ты мне решил историей поделиться, да? Как ты работал, да? Где-то или что-то такое? Ну да, это тот самый корабль, который сейчас тут валяется. Странно, хоть бы сказал, что подойти к тебе надо. Молодой медведь, молодой энергии, задор и морянский штучек. Ой, я знал глубину морянской, впадинами, разницу между барками, баркентиной и средним диаметром купола ушастой медузы. Это фото с моего двадцать третьего дня рождения. А эту форажку мне дал первый капитан парома. Вы открыли воспоминания, отлично. Да, я фото ему принес. Он просто не обозначался, я подумал, что это не ему. Ему. Старая монета, отлично. Это вот этот квест мы выполнили с фотографией. Еще одно бревно получили. Еще что-нибудь интересненькое имеется? Здесь часы должны быть, да? Да, часы, только я их не возьму. Это плохо. А вон еще ракушка элитная. Надо быстрее эту квест, квест, квест. Где торговец? Иди сюда. Сколько тут птиц, боже ж ты мой. Нет, я хочу кое-что продать. Вот это, вот это и вот это. Продаем. Все-таки сто восемь монет. Как-никак. Ладно, раз уж я рядом, пойду отнесу часы. Ой, не часы, а бревно, бревно, бревно. Что там куча ракушек. Держим. Пять и не бревном больше. Кое-кто готов дать бревно в обмен на помощь. Да я знаю. Тут еще пандом бегает. Может его все-таки потратить на него кучку денег. А что, вполне возможно. Он тысяч пятьдесят, наверное, требует за яйцо. У нас только нет. И, наверное, не будет. Так, часы забираем. Моракуху. Кстати, ее можно сдать. О, очнулся. Это вчерашний, который просил гриб. Теперь решил попросить кое-что другое. Ну давай. Я-то не против. Да. Гриб я ему вчера бросал-бросал. Он никак, ни в какую. Беса дали мне. Слистаем вот эту штуку. Сразу в музей. Чего мелочиться-то. Так, есть. Звучит отлично. Забирай и выдавай мне кварц желательно. Семьсот пятьдесят и восемь кварц. Маловато. Часы. Тебе. Тебе. Часы сдаем. Только не здесь, а вот здесь. Настало время уничтожить еще одно из моих драгоценных творений. Честно говоря, при жизни я столько строил, что теперь мне доставляет удовольствие все ломать. Есть только одна проблема. Это не мои часы. Видишь, на основании маленькую букву Г. Это работа моего друга Гарольда. Нет смысла ломать чужие часы. Это никакое не загробное раскаяние, а просто свиньство. Я их сохраню. Пожалуйста. Ваше дело, бревна только мне выдайте. Да, сегодня на бревна. Сегодня на бревна прям. Щедрота. Со всех сторон. Смотрите, сколько бревен-то нам набросали. Интересно, это последнее сегодня? Или за переодевание еще что-то дадут? Реально ли? Так, там у него дерево зацвело. И тут, по-моему, письмо валяется, да? Торчит без дела. Запечатанное. Так, есть. Пошли раскладываться. А что это отрыдает? Где напарник? Или напарница? Добирай. Вот бревно. Так, огонь уже здоровый. Четыре, не больше. Кто-то дать... О, сегодня еще одно бревно получим. Да это же просто чудесно. Сегодня вообще невероятная щедрость. Со всех сторон прям прет. Так, так, так. Что я хотел? Яблоко. Одно. Так, и беса, беса еще. Добавить. Остальное собираем. Четыре штуки. Найдем, соберем. Так, что дальше? Пошли найдем этого. Сокровище наше. По-моему, сегодня квестов уже нет. Новых, поэтому никто у нас пепел не затребует. Можно попробовать... Расслабить... Расслабить. Расплавить кое-чего. Расплавить и выполнить квест на кирку. Это было бы круто, конечно. Так, не левее. Я заметил, что я беса что-то бросаю. Но через несколько минут выпадает в земле. Вот здесь где-то, да? Тут. Нашли. Так, есть. Есть. Это один. Блин, это один. Это плохо. Мне надо... Мне надо три. Если сейчас выпадет простой, то сегодня мы квест не выполним. А он вполне может выпасть простым. Ну ладно. Не выпадет, так не выпадет. Что мы можем сделать-то? Руби давай вот это. Зато вот сколько всего выпало. Поместилось хоть? Поместилось. Смотри, какая рыбеха. Просто нереальнейший размер. Просто нереальнейший. Давай выловим. Смотрите на эту рыбу. Обычная рыба плывет. Тут не... Да это ж не обычная рыба. Вы видели размер? Как можно ее было испугать обычным поплавком? Ташкит был. Я, кстати, почти попал туда, куда надо, между прочим. Так, ну такое добро у нас имеется. Ладно. А, ладно. Ладно, ладно, ладно. Пошли расплавим мусор и будем надеяться, что мы возьмем еще два. Бес рыдает почти у меня в палатке уже. Надо же с ума сойти. Я хочу кое-что сжечь. Ну давай. Правда у меня в коллекцию, конечно, об этом пошло. А так я получу, конечно, один древний пепел. А подожди, может я найду... А может я найду сейчас сокровище, которое покроет сразу три? А что? Вполне возможно. Надо ее только найти сейчас где-то и сравнить, что выпадет. А этот я сразу тогда в музей сдам. Было бы круто. О, огонь здесь. Огонь разгорается в этой области. Выше. Выше. Да. Орех, ты не в тему, если честно. Гребит-то ладно и все такое. Подожди, здесь что-то должно было разгореться. Так, орех занял все мои места, поэтому... Надо что-то делать. Твердая древесина? Ну ладно, давайте. Вот тут еще что-то лежит. Сколько всего-то, да? Просто я сейчас выкопаю, а бесы сопрут мое сокровище, потому что я не смогу подобрать. Это будет цирк, конечно. Так, я запомнил, куда идти сейчас минуту. Сейчас докопаю всякую ерунду. Может еще орех выпадет, ну да. Потом буду бежать обратно. А вот кости. Возле водонапорной башни. Тут точно почтовая посылка. Да. Так, вижу одного, но я не могу... А, могу ему бросить. Где мой гриб? На, ешь. Я бегу. Давай-давай. Ну, это хорошо. Это тоже неплохо. Еще ей какую-то награду дали. Награда называется «Забота о бесах. Специалист». 25 бесов уже покормил. Ой, ешь, ешь. Самый заботливый скаут на свете. Даже о бесах волнуется. Тысяч. Вот посылка. Прямо дома у меня лежит. Так, не плавить. Не плавить, сначала посмотреть. Расплавить мы всегда успеем. Что мы тут делали? Мы тут хотели сюда сфимировать, да? Это 19 свежая зелень, да. А это? Это отборная зелень. А это? Это отборная зелень, значит, сюда. 18, отлично. Ну, 19 пусть собирается. Пока орехи. Орехи добавляем. Грибы письма собираем. Это пока не плавим. Два места у меня есть. Два места, конечно, маловато. 19, 20. Вот эта рыба вообще не в тему. Одна. 30. Пак бы на рыбу еще расширить бы. Было бы еще замечательно. Ладно. Пошли добудем сокровище. Я уже целенаправленно иду к нему. Нашли. И письмо рядом. Как удачно мы зашли, да? Ну, давай. Фиолетовое. Уже два, по-моему, да? Да, это обычный материал. Ну, ничего такого здесь нет. Письмо нашли. Запечатанное письмо. Хорошо. Письма нашли. Все теперь ящики только отыскать. Ну, квест с киркой мы закончим. Это я уже чувствую. Потому что то, что мы сейчас расплавим. Я бы хотел, конечно, в музей эту стену сдать. Но нельзя пока. Ладно. Тогда пока... Пока в музей сегодня мы ничего не сдадим. Ну, давайте сдавать. Давайте расплавлять. Вернее, сжигаем. Два получим. Да, два пепла. Но это повезло. Повезло, что мы сегодня закроем. Это все дело. Давай. Сжечь все. Отлично звучит. Сжег абсолютно все. И у меня древний пепел. Теперь я могу пойти и получить свою кирку Либерис Пячкинца. Которая будет мега золотой. Давай, давай. За два дня квест выполнил. Это очень круто. Учитывая, что можно выполнять его 8 дней. С возвращением, дружище. Дай-ка я все у тебя заберу. Спасибо. Между прочим, пока тебя не было, на меня снизошло озарение. Я вспомнил, что давным-давно припрятал комплект идеальных инструментов. Прости, что потратил твое время. Зато я могу отдать тебе одно из своих. Лана лучшая в своем роде. И может расколоть даже самые твердые камни. Мы этого заслуживаем. Да у меня нет камней, которых я не мог бы расколоть. Я сохраню твой инструмент. Уверен, однажды они тебе понадобятся. Воспоминания Либерис Пячкинца. Ну, и кружку мне еще дали. Идеальная кирка. Ну, спасибо. Спасибо, милый друг. Вот что я хочу сказать. Хочется побегать. И еще хочу сказать. Очень здорово, что я выполнил этот квест так быстро. Так, конечно, большая удача. Ладно, давайте займемся почтальоном нашим. Который вечно не может письма свои собрать. Чашку мы сейчас добавим. Я думаю, уже в следующей серии их запросят опять моряк. Чашки у нас есть. Их уже три. Ну да. Сокровищ больше нет. Сокровищ больше нет. Поэтому берем тогда удочку. Будем пытаться что-то выловить. Так, где у нас что осталось? Давайте уже тогда целенаправленно. Может, рядом со знаком уютная роща. Кажется, мне это попадалось у дерева с дуплом. Ну, уютная роща здесь одна. А что должно быть? Большая посылка. А где у нас тут цветы? Которые фиг соберешь теперь. В такой толпе. Собрал. Отлично. Гироген синий. Мечта просто. А у меня такого и нет. Или я его расплавил? Я, наверное, его расплавил. Собрал. Так, вывеска. Что? Где? Здесь? Что? Позади? Нет. Позади чего-то. Да, позади чего-то. Это где-то вот она. Нашел. Так, и кажется, мне где-то возле дерева дупло. Дупло, дупло. Дупло может быть где угодно. Ммм, дупло. Ну, вообще-то дупло здесь. Позади чего там? А вот это не те камни, которые я должен разбить, не? Ну, вот же дупло. Да, вон он, вон он стоит. Нашел. Так, все, готово, выполнено. Пошли. И дальше переодевашки будут. Забирать. Тебе удалось собрать все отправления? Твоя работа официально выше всяких похвал. Вот, возьми, я настаиваю. Ммм, ну, если так будете платить, то я не против. Если так будете платить по 20 кварца за такие вот задания. Вот это я понимаю, награда. А не 5 серебряных монет за сбор писем. Ну, не так сложно собирать, но бессмысленно просто собирать, если тебе не платят за это. Вот это уже, я уже доволен, да. Теперь можно пойти и купить это фаршированное яйцо. Кстати, рецепт нашел. Рыбу можно не отлавливать. Чертеж маринованное яйцо. О, боже, еще и маринованное яйцо. Что ж там? 40 фаршированных яиц. Маринованное яйцо. Соль, эсенция, призрачная птица. Ой, очень просто, между прочим. Пошли, закажем. Маринованное яйцо. Прикольно. Такого у нас нет. Вон опять эта крупная рыба, по-моему, если это она, конечно. Дехариус, опять ты. Сколько я тебя буду видеть? Клюнула? Ничего себе. Ай, морячок, замаскировался. Чтоб тебя только выловили. Неинтересно. Оно фаршированное давай закажем еще. Какое оно? Маринованное. Вот что я хочу сказать. И что-то еще хочу сказать. Вот это вот оно, да? Ну, в принципе, несложно делается. Давайте. Давайте завтра приедет, куда-нибудь сдадим. Смастерить. Вообще-то отлично. Заявка получена. Ждите час. Хорошо. Ну, хоть не восемь. Бывает и хуже. Бывает восемь. Приходится ждать. Ну что, пошли покупать одежду. Мне сказали купить вот эту синюю футболку. Я хочу купить одежду. Ну, давай ее сюда. Смотрите, каждый день ассортимент новый. Сколько что-то одежонок-то? Девятьсот монет старых. Давай. Отлично. Вот деньги. Надеть? Давай. Во шкафу новая вещь. Окей. Так, остальное потом посмотрю. Пойду квест дам, а то сейчас не засчитает еще, сказать, что я другое напялил на себя. Подожди. Идеальную кирку надо же проверить. Когда уже золото будет падать. Идеальная кирка. Ну, ладно, железо тоже нужно, конечно. Подожди, мне не сюда. Мне к мэру. Да, этот костюм просто идеален. Он такой стильный, такой представительный, что боишься жители при виде тебя решат, что я на тебя работаю. Но вот сейчас я смотрю и понимаю, что он сшит на гризли. Ты же в этом вороте утонешь. Может, мне его себе забрать? Повешу в шкаф и буду надевать на особое мероприятие. Отличный план, мэр. Постойте-ка, вы что, хотите забрать у меня мой новый костюм? А как же деньги? Да ладно, забирай. Мне нравится твой позитивный настрой. Если подумать, мне и твоя одежда нравится. Она как бы говорит, меня слишком занимает проблемы города, чтобы думать о бытовых мелочах. В этом мы похожи, не так ли? Мы оба очень заботливы. Иногда даже слишком. Так он не забрал у меня его, как я был. Поэтому пусть не выделывается. Мы уже и с мэром практически подружились-то, смотрите. Еще и квар сдали. Ну, по-моему, все. Вот теперь точно все. На сегодня имею в виду. Все, что могли мы сделали. Сейчас только сдать бревно. Может быть, выловить рыбеху. Их уже две. Мы пошли через пляж. Хотя мы, конечно, здесь. Ладно, давайте сдадим. Чтобы он уже мне сказал, приходите завтра на сегодня. Ни одного бревна мы не найдем. А так, конечно, мы сегодня много бревен оттаскали. Ну, оно не всегда так бывает. В прошлой серии одно, по-моему, нашли. Просто так квесты подвернулись. И еще три. Сегодня я бревен больше не вижу. Приходи завтра. Ну, логично, конечно. Ты ничего не видишь. Вот с этим что делать, парни? Будем закупать фаршировано. Потом же пожалеем сто процентов. Я вам гарантирую. Потом закажут три фаршированных. И я буду корить себя, что я вот этого пандариума не купил его. Сколько оно стоит? Тысяч двадцать. Не меньше. Железный слип. Так, свободные места. Ну, может быть, сейчас куплю. Я вот сейчас подумаю и куплю. Ну, я как подумаю, сейчас как куплю. Что, не лезет уже? Куда не лезет, прикиньте? А, их тут опять мне и так... Так, ах, кто же добавился-то сюда? Вот это добавилось. А, вот это добавилось, видишь? Птица... Ой, птица... Рыбь я все издавал в этот музей. Ничего у меня тут такого нет. Не изданного. Смотрите, у нас золотая лопата. Золотая кирка. Я думаю, будет золотой пруд. Будет золотая мачете. Удочка только у нас никуда не девается. И в той же паре находится. Ну, дочку тоже можно было усовершенствовать бы. Добро пожаловать в магазин. Ну. 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 Вообще, нельзя написать цену. Насколько мне надо. Что, нельзя написать цифру или что? Что я должен подгадывать? Вот. Шесть яиц свареных могу взять. За семьсот семьдесят семь. А это тогда стоит четырнадцать, наверное, тысяч. Потому что, ну, ше... Это яйцо можно сделать из шести вот этих, правильно? Да. А эти у меня по шестьсот сорок восемь. Ну, это вообще что-то дешево. Ну, тогда четырнадцать должно быть. Ну, пятнадцать четыреста. Вот так где-то должно быть. Ну, пошли, сделаем пятнадцать четыреста. Если оно столько стоит, то, в принципе, можно взять фаршированное яйцо. Его даже в музей можно сдать будет, если что. Было бы тоже неплохо. Я хочу кое-что переработать. Ну, давай переработаем в Т-4. Ну, давай вот так. Давай, давай. Двадцать переработаем. Это будет восемь переработать. Случит отлично. Правда, за это время мне еще, кстати, никто не запросил вот это вот фаршированное яйцо. Неделя прошла с нашей последней встречей с внезапным торговцем. Неделя прошла, а яйцо не запросили. Ну, мы можем его сделать. Можем купить. Подождите. Можем купить, кстати, вареное. Сделать фаршированное. И попробовать его сдать в музей. Я думаю, там заплатят хорошо. Потому что это одно из самых сложных блюд, которые можно только представить. А ну-ка, расскажите мне эту историю еще раз. Укладывай деньги в яйца, говорила мама. Хорошо. Да, я могу его купить. Все-таки тысяч четырнадцать. Пятнадцать четыреста, я думаю, стоит. Давайте, покупаем. Это того стоит, я думаю. Ну да, где-то пятнадцать шестьсот. Фаршированное яйцо. Покупка состоялась. Тут семь семьсот. Я думаю, это стоит купить. Знаете, зачем? Сейчас я посмотрю, сколько у меня яиц здесь валяется. У нас будет все равно два фаршированных яйца, потому что у меня вареных ровно-ровно-ровно шесть. Будет двенадцатая фаршированное яйцо. А это я отнесу в музей, посмотрим, что будет. Согласитесь, интересно. Думаю, не каждый смелится сдать фаршированное яйцо в музей. Таких психов еще поискать надо. А я вот, вот перед вами. И закупим тогда все остальные. Кстати, я беса второго сегодня не увидел. Наверное, будет завтра. Может, заказать сразу конфет. Конфет надо заказывать, кстати. Давайте еще конфет пойдем закажем. Вдруг он далеко будет находиться. Этот бес. Второй. Завтра он появится точно. Мне надо сейчас тысяч... Тысяч десять. Это четыре. Это восемь. Опять весь кварц ушел. Ну, тысяч двенадцать давай. Яйца так яйца. Посмотрим, что дадут за рогатое яйцо. За демоническое фаршированное. Невероятно дорогое и сложное. Но я куплю вареные. Если что, в любой момент могу их применить. И на этом заработать. Ну что, события века. Фаршированное яйцо в музее. Я хочу кое-что отправить. Подожди, я с тобой еще поговорю. Мистер Нюх. Ну, момент, конечно, волнительный. Да. Похоже, это яйцо одержимо. Одержимо вкусом. Да. Блин, я это делаю. Реально я делаю. Сейчас же добавлю в архив. Только не съешь его, смотри. Ну-ну. Какая награда. Кварц. Сколько? Пять кварца за такое яйцо. Пять кварца. За двенадцать вареных яиц. Ну ладно. В принципе, оно стоит сколько кварц. Оно стоит гораздо больше кварц. О, привет. Мой магазинчик открыт. Ну что, я забираю это. Покупка состоялась. Эти яйца брать не буду. Думаю, у нас птицы и так их будут давать регулярно. А вот вареные возьму, пожалуй. Ну зато мы теперь знаем, что в музее можно знать вареное яйцо за пять кварц. Смешно. Так, а что эти у меня разделены? Теперь уже нет. Так, есть. И вареные сюда двенадцать. Вот, пожалуйста, вот одно есть. Можем организовать. Можем еще двенадцать купить, кстати, по дешевке. А для готовки они нужны повсюду. А они не такие уж и дорогие. А ну пошли посмотрим. Слышите, я его пандома этого каждый раз отбираю. Ну давай купим. Сколько всего будет? Шестьсот сорок восемь. Так, соль нам не нужна для готовки? Соль, по-моему, тысяча стоит, мне кажется, да? Старая монета, соль. Нет, наверное, соль я не буду пока покупать. Зато мы с вами уже яйцами запаслись, можно готовить. Двадцать четыре влезет, нет? Нет, конечно. У меня десять соли. У меня всего десять соли, поэтому это, это хорошо. Соли, сколько яйца. Это два вареных. По двенадцать два вареных просто. Ладно. Ладно. Соль тысяча тоже стоит. Давайте по одежонкам поработаем. Мы же теперь модный шопинг в конце серии каждый раз сделаем. А, еще конфеты хотел заказать. Ну ладно, давай посмотрим одежду. Я хочу кое-что продать. Забери эту таракуху. И я хочу посмотреть одежду. Что это такое за шапка? Ох ты ж, ё-моё, бабушкина шапочка для верховой езды. Она вздохнула и переложила тяжелую корзину с пирожками в другую руку. И опять идти к бабушке. Давай. Это просто прелесть. Хотите, надеюсь, свою покупку? Конечно, хочу. У вас шкафу новая вещь. Спасибо. Ох, наушниках. Не то, чтобы я вас не слышу, просто не хочу сейчас разговаривать. Давай я сюда. Хорошо, да? Да, да, давай, давай. О, берет. Стильно купить за монеты. Давай. Сколько шапочек у нас сегодня? Ух ты, это что, полкинцы? А, стильно купить за старые монеты. Давай. Я ничего не жалею на скаута. Подожди, тут ещё есть маска. А что, у меня тёплого шарфика? Такого нет, да? По-моему, у меня такой был. Или тут продают дважды одну и ту же вещь. Так, платье в клетку. Производитель модной одежды только раз копировали этот рисунок, что в настоящей шотландской клетке тут мало что осталось. Здесь 50. Мало, но мы всё равно возьмём. Так, это что такое? Это гавайская рубашка. Такие рубашки носит Арджун Бхала, но он пенсионер. А у вас-то какое оправдание? Потому что она на распродаже у нас сегодня. Так, футболка с V-образным вырезом. Ничего особенного, но возьмём. Там они дальше, наверное, по цвету будут только отличаться. Бомбер. Идеальная куртка, если тебе 40, но ты хочешь выглядеть молодо. 500. Давай бомбера возьмём. Ну и кепка последняя. Кепка, да, элегантно купить за 250 монет. Да, теперь вы только ещё одеться хорошо бы, как бы, чтобы один цвет был, а не так, как сейчас. Я теперь тут этот крутой пацанчик на районе, а. В кепке бегаю, с шарфиком на морде. А, в принципе, нормально оделись. Нормально, нормально, сойдёт, сочетается. Подожди, я вам даже монетку сейчас отожму. Я же теперь бомбер. Так, а ну давай. Может, ты бесплатно теперь будешь на меня готовить? Я тебе крышу обеспечу. Что мне надо приготовить? Вот это что такое? Пять печёных фруктов. Фруктовых джемов. Мне вот это ещё бы сдать бы в музей. Слушайте, за яйцо хотя бы хоть что-то бы дали. Ничего уж не дали. Ладно, конфеты, конфеты, конфеты. Где конфеты? Вот конфеты. А, не будет конфет. 20 муки у меня, не будет орехов. Лучше бы орехи кто-то продавал. Это было бы веселее, мне кажется. Давайте вот это закажем. Сдадим потом в музей. Тофу, наверное, вряд ли. Этот мы уже сдавали и то, и то. Этого тортика нет. Давайте вот это закажем ещё. Пять печёных фруктов. Не проблема. Раскроем потенциал повара. Так, свободные места. Пять штук. Давай, всё равно их немного у нас. Так, я хочу кое-что сжечь. И закажем. Вот это вещь. Смастерить пять печёных фруктов. Чисто для музея. На завтра. Заявка получена. Всё. Через час ждите. Да, окей. Ну и что мы сегодня с вами сделали? Ну, брёвен, конечно, накосили много. Нашли фотографии для... О, монетка. Что-то делаем. Ещё и старая. Так, вот тут надо... Вот это вот резвая рыба. Вот она, подозрительная. Чё, отворачивается. Да, вот я хорошо попадаю. Профессионально. Да что ж такое. Да она ж была перед ней. Чё она испугалась? Вот там точно новая рыба водится. Вот эта мелкая. Но её фиг выловишь. Ну, ничего, скоро запросят такую маленькую. Будем бегать с вами недели две. А это задыхариус обычный, да? Ну, конечно, мой милый друг. Тут только задыхариусы попадаются каждый день. А вот эта, которая подозрительная, она странно. Она морячка похожа. Она можем попробовать, конечно, потому что она одинокая какая-то. Может быть, просто морячок. Вот эта вот мелкая, вот эта быстрая. Там точно есть редкая рыба, если её выловить. Да, она морячка похожа, как его, да? Сразу распознаю. Три монетки. Пора уже на квас переходить. Это не монетки, это трата времени. Вот эта тоже рыба подозрительная, но... Не знаю, как она себя будет вести. Сейчас. Ну, это где-то не подозрительно, а задыхариус обычный. Вот где она становится. А фиг я узнаю, где она становится. А мне попасть в неё надо в лицо и перед даже. Не в лицо, в лицо я всегда попадаю. Да, хорошо, забросил. Ладно, тут не так надо бросать, а то ты не поймёшь, куда она... Её расстояние и вообще мотивы какие у неё. А вот здесь вот... Ну, получилось, да. Но не факт, что это редкая рыба. Обычная рыба, мы такую уже видели. Ничего особенного. Брать надо от этой, которой рыба-игла. Королевский, кстати. Королевский у нас есть? Блин, есть. Это обычная. Задыхариусы. Хотя рыбу мы уже два дня, по-моему, не вылавливаем, да, новую? Поэтому она уже накопиться должна была. А так вообще смысл ловли рыбы вообще практически отсутствует только для музея. Стоит она очень мало. Так, это моллюск. Всё, пандариум, пока. Ну, ты пандам. Вот это, может быть, конечно, она. Ну, тут я прям под нос попал. Но сюда можно под нос было не попадать. Это морячок, наверное, да? Морячок только белый, кстати. Нет, такой же. Белый он, потому что здесь бесцветная территория. Да, морячок. Морячок попадается постоянно. Ну, ладно, всё, друзья. Давайте на этом заканчивать. В следующей серии, если повезёт. Завтра, если повезёт. Если будет большое везение, то у нас есть шанс увидеть, возможно, нового призрака. Потому что три бревна осталось. Ну, три бревна, может, и не выловим. Мы сегодня просто много выловили. Поэтому три бревна можем и не взять, конечно. Но мы постараемся. Вот бревно точно. За инструмент. Неизвестно, когда дадут. Скоро моряк запросит эти. Посмотрите, какая рыба просто. Это просто видеть надо её. Ну, это как её вылавливают? Ну, тут же сейчас нет точки, куда она приземлится. Так, на глаз. Сколько уже, интересно, рыбы ушло. Вот такая же. Ну, это... Видите, она просто берёт и исчезает. А там надо миллиметр до неё. Вот, вот это вот. Ох, там кабаны какие-то бегают. Ну, подождите. Это может быть интересно, потому что это очень крупная рыба. По-моему, больше, чем основная. Ну, которая плавает. Здесь может быть новый улов. Нет, не удивили. Вот это вот бы поймать. Другая клюнула. Может быть, это и клюнула бы сейчас. Но она не захотела. Так, это у нас тоже есть. Когда-то мне не дадут это выловить. Всё, спугнул. Блин. Как это рыбу ловить? И ещё и большая что-то ушла. Ладно, это всё, последняя уже моя. Удочку надо с этим. С оптическим прицелом. Или лазерным. Чтобы видно было, где ты будешь бросать её. Ну, всё. Всё, друзья. На этом всё. Пойду сейчас продам ракушки свои накопленные. И завтра будем надеяться на новые три бревна. Которые познакомят нас с новым персонажем. Спасибо, что смотрели. С вами был Дмитрий. Канал Шадуэр Игровые Миры. До новых серий в Уютной Роще. Пока. Субтитры подогнал «Симон»